Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. В студии Яна Лисовая. Сегодня выпуски. Глава ушла. Руководитель прогресса решила сменить место работы. С пролетарским размахом в областной столице проводят капитальный ремонт сразу двух участков улицы Пролетарской. Мокрое дело. Почему в одном из дворов Благовещенска постоянно скапливается вода и что нужно сделать, дабы она исчезла? По улицам народ водили. Грандиозным шествием в Хэйхэ открылась российско-китайская ярмарка культуры и искусств, а затем продолжилась в Благовещенске. Деньги в животноводство. Среди начинающих фермеров распределили гранты. Предъявите аттестат. Вузы начали принимать документы от абитуриентов. Не переключайтесь, как всегда, все самое важное впереди. Глава поселка Прогресс Пелагея Стеценко покинула свой пост. Она написала заявление по собственному желанию. Отставку приняли в местном совете народных депутатов. Пелагея Стеценко оставила должность после визита в Прогресс губернатора Александра Козлова. С мая 2014 года она работала заместителем главы. С сентября этого же года занимала должность руководителя поселка. После ее отставки исполняющим обязанности главы Прогресса назначен Сергей Провоторов. Его кандидатуру утвердили депутаты на заседании совета. Кроме того, народные избранники приняли решение об объявлении конкурса по выборам главы. Заявления кандидатов будут приниматься с 29 июня по 13 июля. В Благовещенске впервые капитально отремонтируют отрезок улицы Пролетарской от Мухина до въезда на территорию торгового центра острова. При обильных дождях в этом районе скапливается много воды, а движение здесь очень интенсивное. Задача подрядчиков сделать ливневую канализацию. Чиновники вместе с профильными службами выехали на место и обсудили несколько рабочих вопросов. А также проинспектировали, как ведется текущий ремонт улиц в рамках дорожной кампании, которая была согласована губернатором Амурской области Александром Козловым. Заехать на Мухина можно будет с артиллерийской или загородной. Это те объезды, на которые придется основная нагрузка, когда начнется ремонт участка от перекрестка улиц Мухина-Пролетарская до торгового центра острова. Данный район, говорят представители администрации, один из самых проблемных. При обильных дождях здесь собирается много воды. Мы сейчас отрабатываем, первое, это водоотведение. Это самое главное, самое важное. Второе, землепользователь, чтобы нам не зайти на чужую землю. То есть границы наших участков, это второе. Третье, по стоянкам автомобилей, те, которые у нас, парковочные места, это вот касси, здесь вот находящимся магазином. То есть эта земля находится частично в собственности, и поэтому собственник должен за нее уходить. То есть эти вопросы мы все согласовали. И второй, последний вопрос, это как мы проложим покрытие, отремонтируем именно в полосе движения по этой улице. Срок до 15 июня. Чтобы успеть, технические вопросы с профильными службами обсуждают и решают прямо на месте. Здесь, как и на остальных участках, где ведется ремонт дорог, задействованы управление ЖКХ, капитального строительства и ГСТК. Под их надзором сегодня капиталят еще один не менее проблемный отрезок. Пролетарская от Калинина до Мухина. Здесь уже установлен бордюрный камень, отсыпано дорожное покрытие. На днях приступят к укладке асфальта. Здесь будут выполнены парковочные стоянки и автобусная остановка. У нас здесь полностью отремонтирована ливневка. На сегодняшний день еще ведутся работы у нас по парковке. Это в районе Василенко областная больница. В районе Чайковского у нас большой объект ведется. Там у нас и ливневка. Это от улицы Зейская до Ленина и от Ленина до Краснофлотска. В этом году в планах отремонтировать 35 участков Благовещенских дорог. С подробным планом перекрытых улиц можно ознакомиться на сайте администрации областной столицы. Вероника Федореева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В нашу редакцию обратились жильцы Благовещенского дома номер 155 по улице Пионерской. После дождя их двор уходит под воду, после чего передвигаться по территории без резиновых сапог становится весьма проблематично. Почему лужи остаются во дворе и как жильцам спасаться от воды, разбирался наш корреспондент. После каждого дождя во дворе дома на Пионерской 155 наводнение. Несколько лет назад здесь был ремонт. Возникли проблемы с водоотведением. Чтобы не сесть в лужу, коммунальщики решили во дворе сделать собственные ливневки. Дождевая вода уходит в большие резервуары. Емкости закопали прямо во дворе. А несколько дней назад после обильных дождей во дворе образовалась уже маленькая Венеция. Правда, местные жители такой достопримечательности не рады. Они говорят, мы эту воду не откачиваем. Я говорю, а какую же вы откачиваете? Ждите, когда она сама уйдет. А когда уйдет, если там полная емкость, куда она уйдет-то? Она никуда ей не уйдет, пока машина ее не разобьет, не выплескает. Хоть развивайся, видите, какая у нас система. И мы уже три года не можем ничего сделать. От этого страдают жильцы дома и люди, работающие неподалеку, чей путь так или иначе проходит через этот двор. Из-за наводнения благовещенцам приходится показывать чудеса эквилибристики. Ну, как бы я прошла. Плохо, конечно, это очень плохо. Я уже подумала об этом. Ну, а люди, которые здесь живут, наверное, как-то, они-то озабочены этим больше, которые живут в этом доме. Ну, а что с этим делать? Сделали ремонт и проложили ливневку здесь в 2015 году. Как говорят в городском управлении ЖКХ, двор отремонтировали по решению городского суда. Работы проводила администрация на бюджетные деньги. А вот откачкой воды администрация уже не занимается. На основании правил содержания общего имущества в многоквартирном доме в состав общего имущества включаются все объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома. Соответственно, ливневая канализация, емкость для сбора ливневых вод является частью общего имущества данного МКД. Здесь чем? Откачка ливневых вод не предусмотрена минимальным перечнем услуг. Спасение утопающих. Чтобы решить проблему местечкового наводнения, жильцам нужно организовать общее собрание дома и решить, кто будет заниматься откачкой воды. К примеру, включить эти работы в перечень услуг управляющей компании. Либо самим скидываться и откачивать регулярно. Какое-то решение принять необходимо, иначе вода во дворе будет стоять регулярно. Денис Верденко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Свободном ликвидировали шесть незаконных свалок. Это мусор, который появился на месте бараков после того, как их снесли в рамках федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Свободненский суд обязал городскую администрацию очистить площадки от мусора еще в августе прошлого года. Однако в мэрии попросили отсрочку. Просьба была удовлетворена, и работы продлили до апреля 2017-го. В данное время все шесть свалок ликвидированы. Как сообщает местная администрация, угрозы здоровью жителям свободного и окружающей среде нет. В Хэйхэ состоялось открытие восьмой по счету российско-китайской ярмарки культуры и искусств. Впервые она проходила на правой стороне Амура. Начало фестивалю положило праздничное шествие. Артисты прошлись по улицам Хэйхэ. Уже состоялся грандиозный концерт. В нем приняли участие танцевальные коллективы из России и КНР. Репортаж Анастасия Петраш. Пожалуй, одной из самых ярких частей этой российско-китайской ярмарки культуры и искусства является грандиозное шествие. По улицам проходят сотни людей. Это артисты, музыканты, танцоры. Все в ярких костюмах. Можно увидеть каду бразильских танцоров, так и разных диснеевских персонажей. И даже в шествии участвуют тематически украшенные автомобили. Смотрится, конечно, очень красиво и очень-очень великолепно. На самом деле впечатляет. Зрелище, конечно, получилось не просто красивым, а скорее изумительным. Масштабы, постановка, синхронность, отсветие красок в китайском марше было, пожалуй, все. В праздничном шествии зрителю показали каждый уезд провинции Хэлунзян. Вот область аграрная, а здесь уже промышленная и так далее. Кстати, в шествии приняли участие не только жители Поднебесной, но и наши соотечественники. Например, Елена учится в Хэйхэском университете. Когда студентам предложили поучаствовать в событии, долго не думала. Здорово, потому что ты видишь, как празднуют обычные ярмарки китайский народ. Сколько они влаживают в это, как весело у них все это проходит, сколько народу задействовано в этом всем. Продолжалось праздничное шествие более двух часов. Все это время на мероприятии присутствовала высокопоставленная делегация Замурской области. Как потом признали, шествие, конечно, впечатлило. Сама российско-китайская ярмарка культуры и искусства очень важна для налаживания дружеских двусторонних отношений. Сегодня мы еще раз посмотрели, как ярко наши китайские коллеги и друзья украсили шествие каждого уезда. То есть где-то это был аграрный сектор в направлении, где-то это представление было студентов Белудзианского университета. То есть я думаю, что есть чем поделиться, есть на что равняться сегодня. В рамках российско-китайской ярмарки культуры и искусства в Поднебесной прошло сразу несколько выставок. В частности, свои произведения искусства, ручной работы представили российские мастера. Приехали и экспоненты из Тайваня. Под их товары выделили отдельный павильон. Уже вечером 22 июня в Хэйхэ состоялся праздничный концерт, посвященный открытию российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Он прошел под лозунгом «Один пояс, один путь. Путь к сердцу». На сцену вышли как китайские, так и российские артисты. В частности, Амурский народный хор, ансамбль «Мы», «Перекати поле», артисты Амурской филармонии. Хедлайнером, конечно же, стал известный российский театр танца «Гжель». Это почетная миссия всегда. Любое представление России на международной арене – это, конечно, очень почетная для нас миссия. И Московский академический театр танца «Гжель» всегда с честью держит планку. Тем временем хочется отметить задумку режиссера этого масштабного концерта. Он действительно был пропитан атмосферой дружбы и добрососедства. В частности, было поставлено несколько интернациональных номеров. Режиссер Ян Вэй признался, было, конечно, сложно. Китайцы репетировали на своей стороне, а мурчане на противоположном берегу Амура. Уже после нужно было объединить всех в одно целое выступление. Весь же концерт Ян Вэй посвятил трем основным темам. В концерте у нас будет три темы. Первая – это межнациональные отношения. Будет номер, в котором мы покажем интернациональную семью, именно русско-китайскую. Вторая тема – мост между городами. Он начал строиться и очень важен для развития отношений между двумя народами. И третья тема – мечта. Как мечта российская, так и китайская. Репетиции проходили на протяжении трех месяцев. Но то, что получилось в итоге, конечно, было просто удивительным. Еще одна особенность – слова ведущих и тексты песен не переводились отдельными переводчиками. Все просто выводилось на экран. Открытие российско-китайской ярмарки культуры и искусства на китайской стороне подошло к концу. Надо сказать, что почти двухчасовой концерт, конечно, выдался впечатляющим. Впечатлили как выступления китайских, так и российских артистов. Анастасия Петраш, Роман Ядаков, Амурское областное телевидение. А в пятницу восьмой международный фестиваль российско-китайской ярмарки культуры и искусств приняла российская сторона. Торжественное открытие мероприятия прошло на сцене общественно-культурного центра. Моя родина – Россия. Открытие началось с видеопрезентации двух стран – России и Китая и двух приграничных городов Благовещенской Хэхэ. Затем перед гостями выступили артисты Государственного академического театра танца «Гжель» из Москвы и Национальный ансамбль песни танца «Китая» из Пекина. Причем гости из Поднебесной свою программу открыли казахским женским танцам. От всего сердца приветствую вас на открытии восьмого международного фестиваля российско-китайская ярмарка культуры и искусства. Между Преамырием и провинцией Хэлудзиан давно установились и прочные являются дружеские взаимоотношения. Мы олицетворяем дружбу и понимание двух великих держав – России и Китая. Староверы, живущие вблизи Свободного, получат два областных сельхозгрантов. В Министерстве сельского хозяйства Преамурия определили победителей среди начинающих фермеров, которые станут обладателями государственной поддержки для создания своих ЛПХ. В этом году на рассмотрение комиссии было подано 25 проектов, из них отобрали 13. В основном областные гранты получат фермеры, которые планируют заниматься разведением крупного рогатого скота, молочного и мясного направления. Не осталось стороне овощеводства, а это сразу три гранта. Их получат аграрии Ивановского, Серышевского и Михайловского районов. Размер финансовой поддержки начинающим предпринимателям составит сумму от полутора до трех миллионов рублей. Тарифы за электричество, которые потребляют промышленные предприятия Дальнего Востока, снизятся. Законопроект об этом в первом чтении одобрила Государственная Дума России. Уровень цен на ток хотят приравнять к среднероссийским показателям. Сегодня индустриальные объекты макрорегиона платят примерно 3 рубля 19 копеек за 1 кВт в час. Механизм снижения энерготарифов по законопроекту должен заработать с 1 июля. Он будет запущен на территории пяти субъектов Дальнего Востока. Чукотского автономного округа, Багаданска и Сахалинская областях, Камчатского края, Республики Саха-Якутия. Там высокие цены за электричество на промышленных предприятиях тормозят развитие всего макрорегиона. Например, в Якутии тариф в два раза выше среднероссийского. На Камчатке почти в полтора, на Чукотке в три с половиной раза. Это делает продукцию многих предприятий неконкурентоспособной, сдерживает реализацию целого ряда инвестиционных проектов, а жизнь в этих регионах только дорожает. Непегас набирает выпускников российских вузов. В конкурсе могут поучаствовать будущие строители из высших учебных заведений Москвы, Хабаровска, Новосибирска, Тобольска. Среди желающих получить успешную работу есть и студенты Благовещенского Дальневосточного государственного аграрного университета. Конкурс проводится среди выпускников строительных вузов России, окончивших учебное заведение в 2012-2017 годах. На сегодня заявки подали уже 10 тысяч желающих. Отбор осуществляется по следующим этапам. Предоставление резюме, теле- и видеособеседование, тестирование. Между тем, в прошлом году Непегас уже набирал кадры из сибирских и дальневосточных вузов. В финальный отбор прошли 26 человек. Сегодня они завершают стажировку по профильным специальностям на строительстве Амурского ГПЗ. В премуре трех продавцов меховых изделий наказали за неверную маркировку товара. Предприниматели решили притвориться производителями шуб. В поле зрения органов Роспотребнадзора они попали после того, как ввели ложную информацию на сайте налоговых органов. Продавцы заказали контрольные знаки со способом выпуска товара в оборот от своего имени, как производитель. После проверки специалисты Амурского управления Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении. Материалы переданы для принятия решения в Мировой суд Амурской области. Амурские вузы начали прием документов от абитуриентов. Чтобы поступить, у будущих студентов есть месяц. Как сейчас работает приемная комиссия, в одном из вузов областной столицы побывал наш корреспондент. Пишем здесь в 2011 году. Среднепрофессиональные закончили. И вот здесь диплом. Александр Петровец военнослужащий, поэтому высшее образование молодой человек будет получать заочно. После выпуска станет дипломированным учителем физкультуры. В прошлом Александр профессиональный легкоатлет. А вот будет ли работать по специальности, пока не знает. Сейчас главное для него – высшее образование. Был у меня спорт. То есть перед поступлением в техникум занимался легкоатлетикой. То есть выступал, занимался. Благовещенский педуниверситет свои двери для абитуриентов распахнул 20 июня. В этом году очникам вернули специальность география и биология. За очником – педагог по работе с детьми с ограниченными возможностями и учитель труда. Бюджетных мест на 40 единиц будет меньше. К примеру, выучиться на эколога в этом году можно только за деньги. На протяжении последних 10 лет, медленно, но верно, идет сокращение количества бюджетных мест. Примерно, если взять за последние 10 лет, примерно раза в полтора меньше стало. Соответственно, и абитуриентов, выпускников школ примерно в таком же количественном отношении стало меньше. Правительство мониторит ситуацию на количество выпускающихся детей из школ. Если констатируют, что в этом году количество сократилось на 5%, то примерно по вузам на 5% количество бюджетных мест также и сокращается. Ажиотажа среди абитуриентов пока нет. Многие ждут результатов ЕГЭ и выпускных. За пару дней документы в педагогический вуз подали около 60 человек. Самые горячие дни приемную комиссию ждут в начале июля. В день может быть до 250 абитуриентов. Денис Сверденко, Михаил Величкин, Морское областное телевидение. Команда «Двоку» стала второй на всероссийских соревнованиях по снайперской стрельбе. Участников турнира, вернувшихся с победой, в четверг поздравило руководство военного вуза. Поздравление победителей прошло в присутствии всего личного состава училища. Напомним, соревнования «Снайперский рубеж-2017» длились с 5 по 10 июня на полигоне Песочинский под Санкт-Петербургом. В них принимали участие команды со всех военных училищ и институтов страны. В итоге наша сборная взяла второе место, несмотря на то, что снайперская подготовка в «Двоку» не является профильной. Турнир проходил по трем этапам. Первый – это индивидуальный зачет, включал в себя 5 упражнений. Второй этап – это парный зачет и снайперская эстафета. Училище только второй раз участвует в этих соревнованиях. Это не наш профиль. И мы показали такой высокий результат во всех вооруженных силах. Лучшие стрелки из амурской команды войдут в общероссийскую сборную и будут отстаивать честь нашей страны на международных армейских играх 2017. Они пройдут в Казани. В этот же день утром в Благовещенском аэропорту приземлился и борт из Москвы. В числе пассажиров – 27 студентов из Воронежа. Молодые ребята будут жить и работать в Амурской области два месяца. Сразу по прилету студенческие отряды отправились на космодром «Восточный». Чтобы попасть на Восточный, этим ребятам пришлось пройти серьезный отбор. Космодром – одна из трех всероссийских масштабных строек. Заявки на летние смены подавали 163 отряда из 20 регионов России. Из них отобрали всего 29 отрядов. В этом году в Циолковском будет трудиться 400 студентов. Кстати, два амурских отряда – «Факелы» и «Космострой» уже приступили к работам. Между тем, официальное открытие всероссийской студенческой смены запланировано на 2 июля. Работать студотрядовцы будут до 23 августа. Напомним, молодежь из числа студентов работает на объектах «Восточного» четвертый год подряд. Кстати, многие из ребят приезжают сюда уже не первый год. В 2015 году мы были дорожными рабочими. Работали возле сборочного цеха. Устанавливали бордюрный камень. Укладывали асфальт и так далее. Тротуар и все, что связано с дорожными работами. На этом у меня все. Читать новости можно на сайте amurlenta.ru. Пересматривать сюжеты в социальных сетях на страничке Амурского областного, в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobull.tv. Я с вами на этом прощаюсь. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok